Доброе турецкое утро! С вами Лилия Донскова. Сегодня мы запишем с Михаилом видео, как заплетать косички классные, потому что многие просят, по просьбам трудящихся, что нам нужно для того, чтобы заплести две ажурные косы. В первую очередь это волосы, наличие волос, не важно сколько у вас, главное, чтобы они были хотя бы до плеч. Нам нужна будет расческа, одна для общего полотна, одна для разделения и две резиночки, любые, какие вам нравятся одежды, какие хотите. Расчесываем волосы так, чтобы они были очень хорошо расчесаны, потому что, когда вы будете плести, главное, чтобы не было комочков, потому что все используется. Я, конечно, буду делать все без зеркала, но я надеюсь, вы, главное, поймете принцип. делим на пополам волосы, то есть две половины делаем. Одну пополам не трогаем, а одну будем с ней работать. Итак, смотрите, берем с самого верха, отделяем прядь волос, достаточно такую вот, не большую, не маленькую. Просто держите прядь волос, потом берете, делите на три части, как будто бы вы собираетесь плести обычную косу. Разделили и плетете очень близко-близко к макушке, то есть вот прям вот, видите, вот прижимая. Потом одна прядь падает вниз, две вы держите в руках. И вот к той пряди, которая упала, именно к ней, вы добавляете немножечко волос из общего полотна, прям чуть-чуть. И всегда смотрите отсюда, чтобы красиво лежало. То есть отсюда всегда рукой так проверяется. Добавили немножко, сейчас я на ощупь все делаю. Добавили, потянули. Дальше, берете нижнюю опять, добавили, потянули. То есть вы все время работаете только с нижней прядкой волос, вот с этой. К ней добавляем, ой-ой-ой, плетаем. Вот немножко проплели, остановитесь. Здесь несколько стежков вы сделали. Делаете маленькую остановку и чуть-чуть вытягиваете. То есть берете у каждого из того, который торчит, вот плетешок ближе к лицевой части, из каждого берете и чуть-чуть начинаете вытаскивать. Значит, нужно зеркало, чтобы увидеть, насколько чуть-чуть. Вот так, вытащили. Тут можно все подрегулировать, если что, переделать. Дальше плетёк. Проплели стежок, из этого вытащили. Проплели стежок, да, там или несколько. Просто чем длиннее волосы, тем тяжелее вытаскивать. Вытащили. Потом из зеркала посмотрю, отрегулирую. Дальше плетёте, как обычную косу, туда вот эти, заканчивая волосы, в косу должно быть более-менее гладенько. Плетёте и растаскиваете таким же образом и отсюда уже. И начинаете тащить в две стороны. Раз. Два. Ничего не пропустила? Ничего пропустила. Мне нужно зеркало втянуть. Сейчас я гляну зеркало. Как у нас дела? Приготовлю зеркало заранее. В принципе, даже когда вы начинаете учиться, лучше это делать без зеркала, чтобы вас руки поняли принцип. Потому что, когда вы начинаете смотреть в зеркало, все начинает путаться. Ну да, примерно так вот. Я, по-моему, один пропустила. Вытащили. Ничего страшного, если пропустили. Дальше плетём. И... Тащим. 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 То есть, такую прическу можно сделать за пять минут в зеркало. Когда вы понимаете, что вы делаете. И можно растаскивать очень сильно. Вот. Смотрю. Ага. И в эту сторону. И в эту. Потом перед зеркало всё поставляем. Выравниваем. Получается как обычная, прикольная косичка. Я обычно стараюсь довести практически до конца. Но это на ваше усмотрение, как вам нравится. Видно, да? Такой простой. Простая техника путения. Очень прикольная. Вы всегда будете заметны. Ваше усмотрение. Никто не пройдёт мимо спокойно. У меня вот тут мы сейчас в Турции находимся. Обращают внимание все и турки. То есть, им легко знакомимся, общаемся. Если я уже научила двоих заплетать такие косы. То есть, это будет для вас повод. Если вы работаете, конечно, с людьми. Вам нужны новые знакомства, новые контакты. То это будет очень клёвый способ познакомиться. Так. Закалываем резиночкой. Проверяем, что получилось. Отлично. Отлично. Давай следующую. Закалываем резиночку. Конечно, без зеркала тяжеловато уже. Потом берем все это. Ну, мы справились. Вот. Ну, и можно потом будет в конце. Я вот сейчас шла по дороге сюда, искала Мишу. И нашла вот такую классную розу. Сюда вот. Ну, и все. И по такому же принципу сплетаете вторую. И будет все супер красиво, оригинально. И вот эти штучки, хочу еще дополнить, боковые. Их можно очень сильно растаскивать. То есть, прям вот. Я иногда сплетаю косо. Вот такие вот широкие лопаты. Это просто больше волос вытаскиваете аккуратненько. И подправляете. И идете дальше. Давай. Сами они заплетут. Так. Идем вторую. То же самое. Расчесали все полотно. Взяли также от окошки прядку волос. Вы знаете, тут не принципиально, чтобы было все очень-очень ровно прям. И вот эта моя была, эта моя, это просто помнилась. Вот такие получаются классные, суперские, веселые косички оригинальные. Вы всегда будете обалденно прекрасны, ухожены и привлекать внимание. До встречи. Пока-пока. С вами была Лилия Тонскова.